Твоя любовь 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 И я во всем этом оказался и включился, потому что можно было просто остаться там в той церкви, в которую я пошел, например, и я до сих пор там нахожусь, то есть я никуда не ушел пока. Но суть того, что со мной происходило, потому что в январе я ушел из РЭД и ушел как бы не по каким-то там причинам, поругался с кем-то или поссорился или поспорил, чем-то остался недовольным, а ушел, как бы расстался хорошо со всеми. И в моем представлении было, что я приду и будут какие-то глобальные изменения, может быть, как-то нужно будет перестраиваться, жить там в церковной жизни, как-то это сделалось, выциркуляться, так сказать, да? Отциркуляться. Отциркуляться, да? А в Самаре выциркуляться. Вот? Да. Ну, в Самаре так понятно. И я на самом деле как бы пришел в церковь, в Самаре, когда находится, в Свет Миру она называется. И даже суть не в церкви, а в том, что я продолжил общение с христианами, у меня было общение с христианами в РЭДу, это всем понятно, да? И там я продолжил общение с христианами, и на самом деле я не почувствовал, не ощутил никакого барьера вообще. То есть не было никакого-то перехода там, я не знаю. Просто вот, что там я жил, в христианской жизни, что сюда я приехал, никакой разницы вообще. Ну, внутри меня. Понятно, что вокруг, да? Что служение, собрание, другое. По-другому все происходит, да, прославление, слово, все по-другому. Но внутри меня ничего не поменялось. И не знаю, может быть, я чего-то ожидал или не ожидал, я не отдавал себе в этом даже особого отчета, я не особо за это переживал. Ну, я понял, что ничего не произошло. Как я был христианином, так я и остался. И ощущал себя точно так же. Вот. Потом, находясь уже в церкви, когда было предложено там собраться нам первый раз и так далее, вот, я вспомнил через какое-то время, я вспомнил одно собрание, да, ну, это больше, это конференция была в Реду. Договорилось такое слово, один человек говорил, что, он говорит, то, что я здесь сейчас вижу, то, что происходит, это закладывается бомба, да, которая однажды должна взорваться. И он проповедовал на эту тему, и вы знаете, да, что есть такие проповеди, есть такое слово, которое оно глубоко в сердце наше. Оно лежит, и оно ждет своего времени. И ты не понимаешь, вот в тот момент, для какого времени это сказано. А потом ты начинаешь перематывать эту пленку назад, начинают всплывать эти слова, да, то, что было сказано, и ты понимаешь, о чем шла речь. И когда все вот это начало стыковываться, да, когда мы начали собираться, когда Максим начал делиться своими откровениями, да, когда я понимал то, что я получил, почему, как и зачем, я вспомнил вот эту вот, эту проповедь, что закладывается в России, он еще так сказал, да, он говорит, я чувствую и вижу так, что сейчас вот в России закладывается бомба, которая однажды взорвется. И ты иногда воспринимаешь как бы это как красивые слова, да, как прелюдия такая к проповеди, как к чему-то вот такому, ну, что-то такое, да. А на самом деле это вот то, что может происходить сейчас вот в это время, о чем говорил Максим, да, о чем мы слышали, что эта бомба, она реально может взорваться, да, что Бог действительно не просто так готовил и закладывал основания в сердцах, да, в людях, что это на самом деле очень, ну, многим трудно взять ответственность за это, чтобы начать действовать. Почему? Потому что нужно начинать действовать, если бомба начинает взрываться, это уже не то же самое, что приходить и сидеть, да, и слушать, и копить в себе что-то, какие-то знания и так далее. То есть приходит время действовать, что-то делать, но ты не можешь сделать что-то, да, не будет от этого никакого плода, если Бог, Он не пойдет впереди себя, впереди тебя. И вот во всем том, что происходит мы сейчас, мы это видим, что Бог, Он впереди, что из всех тех событий можно это подчеркнуть. Почему? Потому что действовать действительно трудно, если этого нет в своей жизни. И в моей жизни такое движение, оно началось, потому что параллельно идут какие-то еще события, которые дают тебе подтверждение, убеждение в чем-то. Потому что я, например, параллельно с тем, что происходило, мы были в одном собрании тоже, и мы молились, просто молились все вместе. И один человек, он мне начал говорить, что я знаю твое сердце, и знаю, и начал он мне говорить о том, что есть в моем сердце, то, о чем я сейчас думаю, да, вот в этот момент. И знаю, говорит, твои отношения. И начал он мне говорить о том, как я отношусь к тем или иным вещам. Он говорит, но ты оставайся верным тому учению, в котором ты был научен. Я буду продолжать тебя учить. И придет время, пока ты своим примером показывай, да, каковым должно являться христианство, своей жизнью и своим примером. Если ты останешься верен мне, я доверю тебе больше. И такие слова, да, которые нам иногда нужно услышать, они звучат с какой-то конкретикой. Потому что было сказано, что я тебе дам, как бы от лица Бога, да, было сказано, я тебе дам дар евангелиста. И я тебе дам песни, новые песни, которые ты будешь сочинять. И я буду тебя использовать в этом. И одно дело, когда мы просто, да, как говорится, мы христиане, которые теоретически все знаем, это одно дело. И другое дело, когда мы начинаем действовать. Вот для этого человека сказать подобные вещи, взять на себя определенную ответственность, о чем я ему потом сказал. Что я говорю, это определенная ответственность, потому что то, что я услышал, это не осталось равнодушным во мне. И я говорю, почему я это принимаю, потому что ты сказал то, что есть в сердце моем, я тебе об этом не рассказываю. Но он эту ответственность переложил на меня. Теперь буду я действовать в этом или нет, да. И вот это слово, вот этого толчка нам иногда не хватает. Когда нам нужно услышать какие-то подобные вещи в своей жизни от Бога, как подтверждение, может быть, от человека. Почему? Потому что мы здесь сидели сейчас, песни пели, да. Казалось бы, да, столько времени прошло. Мы друг друга не видели долго. И вот мы сейчас с Хвостей, с Леной здесь сидим. Мы раньше было время, мы как бы тоже пели песни вместе. И время для Бога, да, оно не играет роли. И как будто бы ничего не изменилось. Но на самом деле мы должны научиться брать ответственность этому. И да, это серьезно, но я верю в то, что это действует, это работает. И иногда мы не всегда хотим это сделать. Ответственность за слово или ответственность за действия. И Лена, например, мне сказал, я ей говорю, ну, нам нужно репертура менять. Потому что мы не можем петь то, что пели в ретто только раньше. Нужны еще какие-то песни и так далее. Она говорит, ну, у тебя есть способность, и сочни. И я понимаю, что это то же самое, к чему меня призывал тот человек, который за меня молился, который говорил мне эти слова, что я тебя буду так использовать, таким образом. Но сказано было чуть-чуть другой интерпретацией, что ну ты сделай это. Но для меня это тоже определенное подтверждение. И мы нуждаемся в этих словах. Но кто-то берет на себя ответственность сказать эти слова. И мы нуждаемся друг в друге для того, чтобы говорить подобные вещи. Для того, чтобы искать Бога и вдохновлять друг друга. Почему? Потому что это работает. Я не могу сейчас об этом теперь не думать. Потому что я пришел в церковь, у меня там нормальные отношения с пастором, как бы все хорошо, все прекрасно. Но я не могу найти себя, например, да? Хотя мог бы. И я вижу для меня сейчас вот в этом отношении направление, да? Как я могу, как Бог меня может использовать, например. И поэтому я нахожусь здесь. Не только потому, что мы сделали собрание, и нам так нравится, потому что собираются те люди, которые были в РЭТ, и мы делаем такую атмосферу хорошую и так далее. Я с самого начала понимал, что мы что-то хорошее должны вынести из того, что мы получили от Бога. И пусть Бог сделает нечто новое. Пусть Он продолжит эту работу, это движение. И образ прославления, и песни. Мы не хотим скопировать то, что было просто. И у меня есть желание сделать это по-другому. Не для того, чтобы выпендриться и отличиться от всех, да? А искать Бога. И если у Него есть такое желание использовать меня в этом, то пусть Он это сделает. Чтобы это было так, как Ему угодно, да? Так, как Он видит нас в этом. Вот. И все так складывается такими, как бы, частями, такими... В этом во всем есть такая совокупность, что все в одно время пришло в мою жизнь, да? Я сразу вспомнил проповедь тоже еще одного человека. Ну, как бы, почему я, например, ушел из Рету? Я получил в сердце, что нужно идти дальше. Нужно идти дальше. И в каком плане? Что я вспомнил вот одну проповедь, когда говорится, там тоже на конференции говорилось, что я вас посылаю, да, быть свидетелями в Иерусалиме, в Самаре и даже до края земли. И он объяснял таким образом, что в Иерусалиме это свидетельствует тем людям, которые были иудеями. И для нас это те люди, которые имели проблемы определенные там наркотики, да, алкоголь. В Самаре это те люди, которые были похожи на иудеев, но не являлись таковыми. Они знали их хорошо, но они так перемешались с язычниками, что они уже отделялись от них. И это те люди, которые знали нас, но они не были в нашей шкуре, они не переживали того, что мы переживали, просто знали нас со стороны, не были такими, как мы. И край земли это язычники для них И для нас это те люди, которые нас вообще не знали в этом мире И я прям получил это слово от Бога Что пришло время, чтобы нести это свидетельство тем людям Которые знали меня раньше Знали меня раньше Но не были таким, как я И все это в такой целокупности идет Все вместе и с теми собраниями, которые мы начали делать И с теми откровениями, которые приходят от Бога И от людей подтверждения, которые приходят И это необходимо было слышать мне, чтобы утверждаться Чтобы понимать, чтобы переживать что-то И понятно, тут уже вступает в ход веры, как доверие Богу Почему? Потому что если мы не начнем действовать Если я не начну делать то, к чему Бог меня призывает, как я верю Тогда ничего не будет происходить Тогда мы так и останемся, как бы сидеть и ждать чего-то Но когда ты видишь, что приходится сделать выбор И Бог, Он идет впереди, Он тебя как бы ведет за собой Если ты откажешься от этого, да То ты просто потеряешь что-то ценное, что-то особенное К чему-то был привел Если ты откликнешься на это Тогда ты приобретешь нечто большее, чем ты имеешь сегодня И вот для меня обновлением является именно это Пойти дальше, пойти вперед Не просто обновиться, да В присутствии Бога, обновиться в радости Обновиться в том, что Бог тебя слышит И Он тебе дает еще больше, чем тебе необходимо и было необходимо раньше А обновиться в твоих взаимоотношениях с Богом В твоем ходе, в твоем движении Потому что было время, когда действительно можно было стоять и ждать И приходит время, когда нужно выдвигаться И для меня Он меня зовет Он меня зовет к тому, чтобы действовать Чтобы идти за Ним И если я это не сделаю, я не узнаю тогда Никогда не узнаю, что это действительно так Это действительно правда Это действительно то, может быть, ради чего Он меня призывал однажды Разве чего он меня исцелил однажды. И я хочу это делать, потому что в чем тогда смысл жизни? Просто в том, чтобы у тебя было все хорошо, прекрасно, весело, чудесно. Церковь, дом, семья, да, вот эта вот обыденность. Это неплохо. Это неплохо. Но на самом деле мы и начали с того, что хотелось бы чего-то большего. Чего большего? Хотелось бы, чтобы Бог использовал вас. Хотелось бы. Мне хотелось бы. И я хочу этого. И поэтому, получив такое предложение, я не хочу от него отказываться. И я нахожусь в этом. И я хочу помогать, да, поэтому, именно поэтому, что я вижу впереди себя Бога. Я вижу этот призыв. Вот. Это то, что касается меня. А то, что касается общего видения, то мы, ну, мы живем с этим просто сегодня. Мы хотим видеть что-то большее. У нас есть мечты, да, и, наверное, Максим сейчас чуть позже их озвучит, да. Есть определенное видение. И просто желаем, чтобы всех, кто хочет, присоединяйтесь. Присоединяйтесь, если видите, что Бог, Он как-то особым образом твое сердце располагает к этому. Каким образом, пока не знаем. У нас есть много вопросов, на самом деле. Но это не просто собрание для того, чтобы собрались вот старые друзья, которые жили вместе. Нет. Для меня это далеко не так. Что, как это все будет, мы сами многого не понимаем. Но мы видим, что Бог, Он идет впереди, как-то, да. Что это не просто так. И для чего Он все это делает, понимаете? Может быть, вообще, мы, нам сейчас пока это не открыто, да. Пока даже не открыто. И у Него есть что-то особенное, для чего Он все это делает. Мы пока не знаем. Вот прям, чтобы сказать однозначно, да. Что Он хочет сделать, как Он нас хочет использовать. Но мы знаем, что Он хочет это сделать. Мы знаем, что Он хочет это сделать, да. Это мы знаем. Но вот такого видения прям стопроцентного мы не имеем. Не имеем. И поэтому мы хотели просить каждого, кто здесь находится, чтобы вы тоже нас поддерживали в молитве, чтобы Бог открывал нам видение, да. открывал нам глаза, давал направление, чтобы это было правильным началом и кто знает, что Бог может тебя тоже будет в этом использовать, поэтому мы не хотим просто собрать тех людей, которые были, что вот это это просто наше и все несмотря ни на что. Не, мы не претендуем на это, мы претендуем на то, что это Бог сделает сам, если он хочет сделать что-то особенное, потому что для меня это является необходимым, ну подтверждение как бы получить от человека, который возьмет на себя определенную ответственность, понимаешь, потому что в разговоре, например, мы разговаривали и мне Макс говорит, а ты посмотри вокруг себя, посмотри на те цепки, которые есть. Ты прикинь, у них получилось? Почему думаешь, что у нас может что-то не получиться? И я просто подумал об этом, я посмотрел на тех людей, которых Бог использует для того, чтобы другим нести это Евангелие. Это не какие-то сверхлюди, это не какие-то супермены, это не какие-то успешные, да, это самые обыкновенные люди, когда ты с ними лично общаешься и они тебе рассказывают свое свидетельство, как они это сделали. Ты видишь, что в этом нет заслуги человека, что мы иногда просто боимся довериться Богу в чем-то, в чем Он нас призывает и все. Пусть это Он сделает, но почему мы иногда не делаем этот шаг? Потому что мы, например, не слышим, да, вот нет рядом с нами рядом тех людей, которые возьмут на себя ответственность и скажут слово «будет так», да, почему мне этот человек сказал эти вещи? Он набрался, да, такой наглости, скажем так, и сказал мне такие вещи. Он взял ответственность, можно сказать, за мою жизнь перед Богом с тем, что он сказал «а если у меня не получится», да, «а если я буду пробовать, и у меня не получится», «не получится». Получится, почему? Потому что этот человек — Божий. И этот человек взял ответственность перед Богом и сказал это слово перед Богом, потому что Бог хочет так сделать. И мы нуждаемся друг в друге, чтобы нести эту ответственность, да, чтобы брать эту ответственность, чтобы вдохновлять друг друга именно таким образом, чтобы была конкретика какая-то. Поэтому искать Бога, да, искать этого движения, искать откровения, живых откровений, живого слова. Почему? Потому что у одного есть такое слово, у одной девушки, у одной семейной пары, которая ходит к нам на собрание тоже, у нее есть сон, сон, связанный с тем, о чем мы мечтаем, о чем мы хотим. У нее есть конкретный сон, конкретное видение во сне, что она видела, даже не обладая той информацией, которую мы сейчас обладаем. И она, например, мне это рассказывает, и она не знает тех, например, проектов, желаний, которые у нас есть. Но она берет на себя эту ответственность, потому что она верующий человек. И мы нуждаемся в том, чтобы толкать друг друга таким образом. Но это не должно быть какое-то надутье, чтобы надуть друг друга. Нет, это я реально, это ответственность. Потому что сказать такие вещи, мне были сказаны такие вещи, да, я еще даже вам не все сказал. Потому что некоторые вещи, я их стесняюсь произносить. Потому что я не могу себя представить в этой роли просто, да, на сегодняшний день. Но если Бог это хочет сделать, я просто поднимаю руки, как бы, пусть сделают. Но это ответственность. И мы нуждаемся в этом. Мы нуждаемся в том, чтобы говорить друг другу нечто подобное. Потому что это помогает. И церковь, тело, да, вот этот куст или Давид, или Моисей, это все так работает. Это все так двигается. Учителя, пророки, евангелисты. Это все так должно быть. Поэтому я вижу впереди себя Бога через это. Через это призвание, через это слово, да. И, в принципе, как бы, большего я не хотел говорить. Только то свидетельство, которое у меня есть на сегодняшний день. У меня есть определенные убеждения. Косты, наверное, все. Что сказать? Давай, что? Нет, потом померется. Потом. Жень, пульсу? А, может быть. Давай, Жень.